С вами главный тренер хоккейного клуба «Хумо» Попихин Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, я вас поздравляю с победой. Отличная игра, с двумя победами. Я хочу узнать ваши мысли о матче, о прошедших двух матчах. Ну, спасибо большое. Опять ребята старались. Я думаю, эти две победы опять... Для Ташкента единственное, я говорю, почему так мало зрителей, я вот не пойму. Я здесь пережил такую эйфорию 9 тысяч. И сейчас приходит по 1800. Отличный хоккей. Великолепный. Ребята стараются. Не знаю, что случилось с Ташкентом. Ну, как-то это. Маловато зрителей. Поэтому, пользуясь случаем, приходите, пожалуйста. Мы вас ждем. Мы будем еще лучше играть, будем стараться. Без вашей поддержки тяжело. Сегодня хоть мало было, но они красавцы-зрители нас поддержали. Для нас это очень важно. Поэтому приглашаем у нас на хоккей. Это очень важно, чтобы были зрители. У нас великолепный стадион, великолепная команда. Все отлично. Поэтому было бы хорошо, если бы трибуны были заполнены. Это дополнительная мотивация для игроков, для тренеров, для всего хоккея. А что скажете по игре соперника? По играм я скажу две очень сложные игры. Я ребятам сказал, что вообще я думал, что будет еще тяжелее, потому что мы приехали после практически 20-дневной поездки. Мы сыграли 8 игр. Это с перелетами, с автобусом и прочим, конечно. И эта поездка выхлестнула очень много сил и эмоций. Приехали здесь. Ребята, конечно, сегодня на зубах, на характере играли. Это им большое спасибо. И команда проявила характер. Это очень важно. Первый матч команда хомов выиграла в основное время, а второй матч пришлось ждать до овертайма. Что именно помешало выиграть в основное время? Ну, в основное время у нас были там хорошие моменты. Вратарь у них здорово сыграл. Ну и где-то там, ну, как обычно, есть такое в хоккее, да, бог хоккейное везение. Где-то там и соперник. Ну, соперник достойный очень. Сегодня была совсем другая команда. Сражались от начала до конца. Плотно играли. Тяжело было. Все через борьбу у нас не было такой свежести. Но еще раз, ребята старались. Третий период по счету провели. Ну и отличный гол, конечно, в овертайм. У нас две хорошие возможности было. Забили в очень важные два очка. В последнее время вы меняли Мальгина на Смирягина. В этот раз оба матча проводил Мальгин. А дело в том, что не пощадил вот этот, как грипп и команду. Мы и там уже, в Казахстане, ребята болели температурой. Я даже не знал, у меня последнюю игру играли. Оказалось, три человека играли с температурой. Но мне из игроков никто не сказал. Поэтому я говорю, шапку снимаю перед ними. Ребята еще раз. Хотят играть здесь, хотят выигрывать. И есть характер. Вот это самое главное. Потому что можно было сказать, вот я больной, я сегодня не могу. У меня ребята выходили, бились. Вот это очень важно. Да. И Ромка болел. У него ларингита, как правильно называется. Ну, доктору лучше спросить, да. Поэтому он еще на льду не был. Вот сегодня первый раз в зал там сходил. У нас два достойных вратаря. Я думаю, это хорошо для команды. Ну, и молодой вратарь тоже у нас старается. Да, рабочий такой парень. Ну, у нас отличный тренер вратарей. Поэтому здесь, я думаю, все под контролем. Спасибо. Все, да? Спасибо вам большое. Здравствуйте. Я вас приветствую. Добро пожаловать в Ташкент. Хотели узнать ваши мысли о прошедшем матче, о двух матчах? Ну, какие мысли. Вчерашнюю игру мы проиграли. Но есть у нас объективные причины. У нас больше... Я имею в виду очень много травм. И плюс еще там кое-какие там были подусторонние силы, что несколько игроков в Ташкент не доехало у нас после Алматы. Поэтому вчерашнюю игру я не скажу, что мы плохо провели. Мы провели начало периода плохо. Сегодня вообще игра, по большому счету, могла не состояться. Потому что у нас большие проблемы были со здоровьем у ребят, температура и все такое прочее. Но собрали всех, кто играет. Ну, в три состава играли. Я им выразил свою благодарность, конечно. За такую игру все пластались, ложились. Что скажете о игре команды соперника? Это мастеровитая, хорошая команда. Что здесь говорить? Мы играли с ними на Кубке Казахстана. Все ясно. Там нечего говорить. Хорошая команда. Болельщикам пару слов скажете. Ну, болельщики. Хумо – это прекрасная атмосфера. Поэтому переживайте за свою команду, болейте за свою команду. Ну, желаю всем удачи. Спасибо большое за интервью.